Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет интересное видео. Впрочем, как всегда, но сегодня оно будет особенное, потому что сегодня у нас стартует второй тур четвертого сезона игры «Восьмое чувство». Да, я пришла во второй тур, за что огромное спасибо вам, моим зрителям, огромное спасибо жюри. Для меня, честно говоря, это была приятная неожиданность. Я даже, честно говоря, не думала, что пройду во второй тур. И вообще, в принципе, вся вот эта вот система... Интересно очень, наверное, вы придумали в четвертом сезоне. Никто, конечно, такого не ожидал, но вот сегодня, как я и сказала, у нас второй тур. Давайте не будем терять времени, быстрее перейдем к распаковке. Так, вот она моя посылочка, вся целенькая. И что могу сказать, кстати, вообще по поводу игры. Я сказала, что очень интересно, что в этом сезоне у нас несколько туров. Я, конечно, не питаю какой-то надежды, что я прям выиграю и что я дойду до какого-то финала, но интересно, конечно, интересно. В том первом туре очень интересно рандеву поступили с блогерами, прислав очень много люкса, очень такого популярного. И да, действительно, часть мы не угадали. Но я не считаю, что это плохо, потому что плюс не было абсолютно времени. Мне кажется, это и сложно, отчасти сложно в слепых затестах, потому что у вас нет времени подумать. Вот, допустим, в том сезоне мне Шанель Шанс показался очень знакомым. Я нанесла даже его на руку, и когда я закончила снимать видео, буквально через минут 10, наверное, я сижу и думаю, это же Шанель. Но умная мысля приходит опосля, что называется. Вот, и давайте будем все распаковывать, все стандартно. Здесь у нас аромабокс, конвертик сейчас мы с вами прочитаем. И, кстати, также, да, аромабокс точно так же заклеен, чтобы не было никаких недопониманий. Ну, давайте, наверное, мы сначала с вами прочитаем, что здесь. Как всегда, болотеры, за что спасибо. Также они подписаны. Так, и само письмо. Итак, поздравляем вас с переходом во второй тур игры «Восьмое чувство» от Рандеву. В новый тур перешло 32 участника. Да, половина участников, именно со стартового, так сказать, которые были разделены на пары, исходя из количества набравших баллов в предыдущем туре. Ваша цель остается прежней – набрать большее количество баллов, чем ваш текущий конкурент, оппонент. Вот. Помните, что это игра, продолжайте играть с удовольствием. И да, вот как я сказала, что нужно все-таки относиться, наверное, больше как к игре, и все-таки не ругаться, не ссориться. Вроде я это вначале сказала, или я это говорила, когда записывала. То есть у меня там, знаете, с 10 дубля я начала снимать. В общем, опустим этот момент. Напоминаем правила игры. Перед вами аромабокс с восьмью таинственными ароматами. Вам нужно познакомиться с ними, поделиться впечатлениями, ответить на следующий вопрос. Какие самые яркие ноты вы чувствуете в данном аромате? Рекомендуем не распыляться по нотам. Чем меньше ложных предположений, тем выше будет балл за каждую угаданную ноту. Ну, конечно же, мы не вправе вас ограничивать. Попытайтесь определиться, к каким категориям относится каждый аромат – масс-маркет, люкс, ниша, винтаж. Опишите свои ощущения, ассоциации, вызванные каждым ароматом. Полет вашей фантазии приветствуется и будет оценен жюри. Попробуйте назвать бренд или угадать название аромата. Начиная описывать ароматы, назовите его номер, указанный на пробнике. Постарайтесь ответить на все вышеуказанные вопросы максимально емко. На основании ответа будут подведены итоги. Желаем вам удачи. Огромное спасибо. Давайте приступать. Здесь у нас на рома-бокс номер 2. По-моему, первый был номер 1, и блогеры все гадали. Интересно, разные или нет? А вот как получилось, что у всех одинаковые. Но надо набрать большее количество баллов. Так, я буду тут 3 часа еще копошиться. Хочется, как всегда, сделать побыстрее. Получается, как всегда. Так, наверное, вот это еще немного блогеров вводит в такой ступор, потому что нужно сделать как можно быстрее видео. Ну, я имею в виду, чтобы слишком оно не было затянутым, и блогеры торопятся, путаются. Но, в общем, оправдала себя заранее, как могла. Так, давайте приступать. У меня же руки трясутся. Хоть это игра, но как-то так волнительно. Так, здесь на сэмплы смотрим по жидкости. Практически все одинаковые и прозрачные. Подсказок по цвету не ждите. Так, первый аромат распыляем. Так, это волнительно. Так. И все, у меня начинается ступор, потому что я вообще не понимаю, что это. Аромат, кстати, очень молекулярный. Я вот его распылила, и прям вообще я не ощущаю на блотере практически ничего. Есть небольшая такая... Деревяшесть, я бы сказала. Как будто даже немного есть кожаных аккордов, кожа. Деревяшки. Но он такой неуловимый. Я практически вообще ничего не ощущаю. Давайте я, наверное, нанесу его на руку, потому что мне кажется, что это что-то из молекул. Потому что прям уж очень он молекулярный. И при этом есть какая-то мшистость такая, я бы сказала. Однозначно есть древесина. То есть это такой очень древесный аромат. Ну, как мы знаем, что в принципе и древесные аккорды. Там же у нас рядом, в принципе, и кожаное звучание, потому что это, в принципе, один такой компонент. Мне кажется почему-то, что это может быть молекула плюс добавление чего-то. Допустим, молекула плюс почули может быть. Потому что есть такая какая-то мшистость. Возможно, даже почули такая землистость как будто есть. Поэтому мне кажется, что это вполне могут быть молекулярные ароматы. С такими вот аспектами. Мне кажется, это ниша. Скорее всего, это ниша. Потому что в люксе такого молекулярного я не встречала. Так, пока отложим блотер. Я думаю, что это ниша молекулярная. Ну, потому что вообще блотер ничем не пахнет. Так, либо у меня заложила нос. Но думаю, что все-таки не пахнет. Так, второй аромат номер два. Аромат номер два. Я постараюсь оставить тайм-коды. Сейчас предположением я буду, так же я ставлю. И потом уже итоги будем подводить, как всегда. Второй аромат, я его знаю. Это тоже ниша. Я удивлюсь, точнее не удивлюсь, если весь аромабокс будет нишевый. Этот аромат я знаю. В голове сейчас все в ступор. У меня он есть, этот аромат. Очень мягкий. Опять же, молекулы. Немного ириса, как будто я ощущаю. Очень приятный мускус. Слушайте, мне кажется, что это аромат в духе Атар Коллекшн Мусс Кашмир. Скорее всего, это он и есть. Потому что прям очень-очень похож на Мусс Кашмир. Это либо Мусс Кашмир. И, кстати, похоже еще звучит аромат от Тетциана Терренси White Fire. Белый огонь. Это жасмин. Скорее всего, да. Жасмин или Гарденни. Если это, как я и сказала, Тетциана Терренси, то там присутствует нота жасмина, естественно. Я думаю, многие с ним знакомы. Жасмин, мускус. Если это Атар Коллекшн, то Гарденни. Слушайте, это реально аромат в направлении вот этих вот таких чистых мускусных ароматов. Тут даже, в принципе, можно было бы отнести Нарцисо Родригес Пур Маск. Но это не он, мне кажется. Атар Коллекшн. Это Тетциана Терренси Белый огонь. Да. Вот либо Белый огонь, это либо Мусс Кашмир. Либо еще есть аромат от The House of Wood. У них тоже есть белый в белом флаконе. Такой тоже, такой же. Инфинити, что-то там. Он тоже похож на него. Но там для меня есть какое-то ощущение, как я говорю, аспект каких-то мокрых тряпок, вот залежавшихся. Вот ощущение, как будто что-то такое есть. Здесь этого нет. В общем, я думаю, что это из этого направления. Это ниша. Это приятный белый чистый мускус. Здесь может быть также нота льна, хлопка. Вот хлопок в основном в таких ароматах. Мягкий жасмин. Ощущение прям такого утреннего утра прям. Утреннего утра. Масло масляное. В общем, да. И опять же с Боттером он вообще улетучился. Опять же, там присутствует тоже изоисупер или что-то в этом направлении молекулярное. Также, кстати, молекулы. Заркопарфам. Тоже у них есть молекула. 27. Не муза. А вот еще у них есть цифрами прописано. Там тоже он такой прям для меня неуловимый. Аромат чистоты, ухоженности. Но вот, как я и сказала, это Атар Коллекшн. Это от Санна Торенси Белый Огонь. И вот и же с ними. Так, мне кажется, что это будет прям подстава этот сезон. Тут, наверное, все такие ароматы, я так думаю, будут молекулярные. Потому что второй аромат, и он такой уже молекулярный прям. Третий аромат. Точно. Они подобрали все молекулы, которые только возможно было. Это Байреда Бланш. Это либо Байреда Бланш, либо также пахнет похоже муза от Заркопарфам. Но от муза я чихаю. Здесь я не чихаю, значит, это не муза. Значит, это Бланш. Это Байреда Бланш. Также в этом направлении звучит очень схоже мой любимый Маскина Той-2. Только там еще есть немного Дюшеса. И также на него похож еще Байбоза Ричнес. Но это, я думаю, Байреда, скорее всего. Судя по тому, что в прошлый раз мы искали подвоха, по крайней мере, я пыталась на каждый аромат по два аналога назвать. Но все было элементарно, все было просто и на поверхности. Да. Это аромат Байреда Бланш, скорее всего. Это альдегиды, это мускус, это чистота, это свежесть, это какая-то мягкая такая порошковость. Это идеальный аромат на лето. Это прям ощущение, вот именно визуал, если картинки, это ощущение. Точнее, эти ароматы мне нравятся тем ощущением, что вы, когда носите летом на себя эти композиции, у вас появляется чувство свежести, как будто вы только вышли из душа, как будто вы надели только свежевыстиранную футболку. Вот эти мне нравятся эти ароматы, 100% Байреда Бланш. Четвертый аромат, четвертый аромат. Опять будет какой-нибудь мускус. Я же сказала вам вначале, слишком все прозрачные флакончики. Будет сложно, но теперь я понимаю, куда мы движемся, в какое направление, что называется. Четвертый аромат. Вот здесь-то я скажу, что аромат унисекс, даже, наверное, скорее всего, мужскую тему. Потому что в нем есть ощущение вот этой, вот знаете, мужской ухоженности, я бы сказала, именно ощущение, что молодой парень, ну, не обязательно молодой, хочу сказать, не обязательно парень, в общем, парень, вышел из душа, и вот от него так приятно пахнет. Шампунь, немного аромата шампуня для волос, геля для душа, но это не пенобритвенная история, это не раздевалки, вот как называют многие, это именно такие мужские ароматы, а вот такой вот прям приятный, ухоженный мальчик. Вот, потому что есть какая-то здесь пенобритвенность, как я сказала, не пенобритвенность, наверное, гель для душа, но он больше в мужскую сторону, потому что может здесь немного есть ветивера, совсем чуть-чуть, цитрусы, есть однозначно, здесь, кстати, тоже может быть мускус, альдегиды, потому что есть такая вот свежесть, звонкость, мне кажется, скорее всего, это мужской аромат, потому что уж очень в нем есть вот это вот стандартное звучание мужских композиций, тоже классный аромат на лето, будет освежающий, тоже, знаете, как в принципе предыдущий аромат как бы Red Blanche, для меня он больше для девушки, потому что все равно там ощущаю какую-то феминность, то это его собратец, собратец, только на мужскую тему, да, и тоже еле уловимый, вообще, я не знаю, или у меня какая-то анесмия, или они все такие, они все молекулярные, и это ниша, скорее всего, тоже, потому что для люкса уж очень тихо, потому что в основном люкс старается придавить, прибавить громкости аромату, чтобы все-таки его купили, носили и получали удовольствие, поэтому это, скорее всего, ниша, ниша, скорее всего, коммерческая какая-то, потому что он не особо такой прям с какими-то вот такими вот закидонами, или это может быть люкс, такой проходной, прям мужской и очень-очень молекулярный, так, пятый аромат, интересно будет, я ошибусь по всем фронтам, мне кажется, скорее всего, с Байрэда Бланш, я не должна ошибиться, я надеюсь, пятый аромат, сразу скажу, что я с ним не знакома, с этим ароматом, по крайней мере, на моей альфакторной памяти его я не припомню, вот это тоже, знаете, мне такое ощущение, как будто рандеву взяли аромабокс, свежие чистые ароматы и отправили нам их, вот такое ощущение, потому что это прям, прям вот свежий аромат, со старта, это были сладкие цитрусы, как будто даже немного фруктов, как будто яблочко есть, и знаете, вот собирательное такое настроение, именно фруктовое, сложно сказать, каким фруктом пахнет, почему-то первая мысль, мне пришла в голову, что это ананас, то есть, вот такое какое-то свежее, не прям вот 100% ананас, реалистичный, как будто это и ананас, и яблочко, приятные, кстати, такие фруктики, как будто и киви чуть-чуть есть, то есть, такая есть кислинка, или, возможно, сами фрукты такие немного кисловатые, неприторно-сладкие, не, ну, мне кажется, я с ними не знакома, кстати, интересные, вот этот аромат, кстати говоря, вполне мог бы быть фланкером Dolce & Gabbana Light Blue, потому что, вот я недавно стала на рандеву изучать все фланкеры, которые представлены на Light Blue, и там их просто целая куча, и понятно, что там еще представлены не все, которые были в истории бренда, так сказать, но там куча всяких версий, почему я так еще говорю, потому что он мне сейчас отчасти напоминает настроение Dolce & Gabbana Q, новинка их, там тоже вот есть какая-то вроде цитрусовый старт, там есть вишня, и есть какой-то такой кисловато-теркий аккорд, в общем-то фруктовый, там сложно сказать, что это прям вот вишня, как она есть, но вот такой вот собирательный образ, прям классный, знаете, есть такая приятная, в нем еще пудра, может быть, даже есть здесь персик, который придает вот такого вот припыленного звучания, по настроению, честно говоря, я бы могла сказать, что этот аромат понравится тем, возможно, кому нравится Ventus Creed, если как из мужского сегмента рассматривать, он не копия, но что-то в нем есть, тоже с чем вот этого яблочка, ананасика как будто чуть, то есть в направлении, скорее всего, это ниша, хотя может быть и люкс, как я и сказала, но мне кажется, что это не бюджет. Сначала он мне показал, что он больше мужской, но сейчас это прям унисекс, я вполне его представляю на девушке и на парне, и знаете, мне кажется, их объединяет эти ароматы все, что в них во всех есть какая-то молекулярность, где-то больше альдегидная звонкость, где-то молекулы, и также присутствует мускус, чистый, такой свежий. И знаете, сейчас я его вдыхаю, он действительно чем-то тоже в духе Bayreda Blanche, тоже в нем есть эта чистота, когда он раскрывается, поэтому и сложно сейчас определить, потому что аромат все-таки меняется. И, кстати, сейчас он мне чем-то даже напоминает Bayreda Bal de Afrique. Вот именно, как я сказала, вот этой какой-то своей шершавостью перси, как я сказала, для меня вот этот аспект есть в Bal de Afrique. В общем, мне кажется, это ниша, заявленная как унисекс, то есть, вряд ли это написано, что это прям женский аромат, скорее всего унисекс, и в принципе подойдет как парню, так и девушке, но я сейчас, как сказала, еще к нему вернусь, мы с вами еще его разносим. Кстати, давайте-ка я нанесу, наверное, пятый аромат тоже на себя, потому что мне интересно, как он на коже будет раскрываться. Очень такой цитрусовый, прям яркий старт, это я про пятый еще. Действительно, может быть, что-то в духе Bal de Afrique, что-то есть общее тоже Bayreda. Так, шестой аромат. Они, вот знаете, это прям классная подборка на лето, однозначно. Если этого аромабокса нет, как я сказала, что может быть, то Randevo вполне может сделать прям такой аромабокс и подписать его летний аромат, и мне кажется, прям будет круто. Ой, такой совет. Подсказка такая. Так, о, ну это прям мужской аромат, шестой. Очень он знакомый. Это прям очень известный люкс, на мой взгляд. И, кстати, муж мой носит что-то похожее сейчас. Я точно не знаю, что это, потому что я ему покупала в свое время очень много отливантов. И сейчас смотрю, прям он активно их носит. У него они в машине, везде, дома. И вот он периодически их меняет, поэтому я сейчас даже не скажу, какой это точно у него аромат был. Но этот аромат вполне, вполне люксовый. Он может быть в любой категории. Живанши, кстати, вот он сейчас также носит аромат. Пурфам, в красной упаковке, вот на него он похож. Также с Версачи он у меня перекликается в Пурфам. Также и в Шанель вот эти вот Allure, Home Sport и все вот это направление может быть в этом направлении. В принципе, это может, конечно, быть и ниша, но для меня это прям вот такой стопроцентный свежак. Фужер, скорее всего. Потому что есть ощущение, как будто присутствует немного и ветивера, и лаванды. Но изначально вообще, в принципе, весь блок, ну как в принципе сам аромат, стартует цитрусами. То есть это лимон, грейпфрут, сто процентов там есть цитрусы. Это прям классный такой аромат для молодого человека на лето. Будет очень классно. В принципе, мне нравится, как он звучит, очень свежо. Может быть, я на себя бы даже нанесла его, но мне кажется, муж мой не оценил бы его. Он сказал, что я пахну мужским ароматом. Ладно, мужским ароматом, то, что у меня в принципе как-то вот к этому относится не очень, когда мужа жена пользуется одним ароматом. Потому что в нем есть что-то мужское. Как я сказала, скорее всего, есть вот этот блок. Возможно, даже и розмарин или что-то в этом направлении есть. Но лаванду я чувствую. Лаванды. Свежий цитрусовый аромат. Фужерный. Есть немного какой-то даже колонистости в нем. Но прям такой красивый, добротный. Думаю, что, скорее всего, люкс. Может быть, ниша, но очень прям коммерческая, но не бюджет. Я думаю, люкс. Так. Это у нас что получается? Половина женских, половина мужских? Так, шестой это был у нас аромат, правильно? Теперь седьмой. Потом как выяснится, какие были ароматы и будет стыдно. Я думаю, не только мне. Ой. Прям мыло мыльное. Я бы могла сказать, что этот аромат в направлении Шанель номер 5, но в Шанель номер 5 там больше альдегидности и звонкости. Здесь прям мыло мыльное. Прям пахнет мыло. Что у нас пахнет мыло? В принципе, как я и говорила, Зарка парфюм муза прям ощущение мыло. В люксе, в люксе, в люксе, но в люксе я такого не видела. Знаете, если уж сильно уходить в какие-то дебри, то я бы, в принципе, могла сказать, что не могу сказать, что это прям 100% винтаж, но настроение у него однозначно в направлении винтажа. То есть, это прям такое, не такая ассоциация. Причем, вот такие мыльные ароматы часто ассоциируются именно с чем-то из прошлого. Но сейчас эта мыльность немного усаживается и появляется больше свежести. Прям свежевыстиранное белье. Ощущение, действительно, мыло, свежего, порошка, свежевыстиранного белья. Очень, мне кажется, в духе все-таки аромата зарко-парфа-муза. Но я от него не чихаю. От того я чихаю всегда. То есть, здесь, там все-таки, сколько я его тестировала, там прям было вот такое вот ощущение, что этот порошок, прям вот как будто ты засунул нос в пачку с порошком, и ты начинаешь чихать от этой вот мыльности. Здесь все мягко. как я и сказала, направление довольно винтажное, но, скорее всего, это современное издание. Ну и, скорее всего, это либо мог быть в принципе бюджет, хотя она вряд ли, ну, как вариант, там пару процентов может быть, что это мог какой-то бюджет вдохновляться, что-то такое издавать, либо все-таки ниша. Потому что, если люкс, ну, это, мне кажется, не очень продаваемо было. Не всем будет этот аромат понятен. Многих он отнесет в сторону шамель номер пять, вот эта вот чистота, легидность. Я думаю, не многие его оценят. Поэтому, скорее всего, ниша, либо бюджет, который пытается вдохновляться нишей. Так, восьмой аромат. Интересно, слушайте, прям интересно. Рандеву прям решили наши способности проверить в этот раз. Потому что ароматы все максимально молекулярные, максимально воздушные. Ничего такого прям яркого нет. Тоже, кстати, какая-то молекулярность и такой прям яркий, сочный, бодрый. Вот этот, кстати, аромат, по-моему, я знаю. Мне кажется, по настроению он для меня очень в духе Вильгельм Парфюмери. И напоминает он мне, кстати, бодипейн чем-то. Мне кажется, это он. Потому что здесь есть вот эта сочность. На старте вроде есть какая-то прям цитрусовая звонкость, сладость. И потом в том аромате, по крайней мере, я про то сейчас говорю, про аромат, про бодипейнт от Вильгельм Парфюмери. Там присутствует нота зеленого перца. И соответственно, есть ощущение, что прям вот сочный перец вы разламываете, прям сочность такая есть в аромате зелень. Но в то же время ассоциация в общем и со сладостью, потому что вы его кусаете, как будто он сладкий перец. При этом вот эта сочность зелень очень в направлении. Если это даже не бодипейнт, то вот я вдыхаю и для меня это, честно говоря, очень в направлении Вильгельм Парфюмери. Есть в нем сейчас вот такая свежесть. В румсервис тоже есть такая вот свежесть. Ощущение фиалок или какой-то черничность. И там я не помню, черника, по-моему, присутствует из ягод. Вот прям для меня настроение, звучание прям вот Вильгельм Парфюмери. Вот у меня он стоит перед глазами, ничего с собой не могу поделать. Бодипейнт это, либо это румсервис. Также что у меня еще есть? Блин, мне почему-то кажется, что это один или другой аромат. Прям потому, что старт был очень похож на бодипейнт. И сейчас тоже есть вот эта зелень, сочность, прям ощущение. Вот это мне нравится в том аромате, прям невероятная такая сочность, свежесть. Ух, мне кажется, это они. Так, давайте все сейчас подведем уже такой итог. Я вам вкратце расскажу про каждый аромат и уже будем заканчивать. Потому, что больше я вам уже сегодня ничего не расскажу, по-моему. Слушайте, мне, кстати, кажется, пятый реально, что это балдефрик. Он очень уж сладко раскрылся сейчас и вот с такими пудровыми аспектами. Так, первый аромат давайте будем обновлять, потому, что он, кстати, я вот наносила на кожу. Мне кажется, это что-то из молекул. Первый аромат. Итак, первый аромат. Мне кажется, это что-то из молекул. Однозначно здесь есть пачули, какая-то землистость есть. И, скорее всего, это молекулы плюс пачули, сентрик молекул. Сентрик молекул. Или это зарко парфам. У них есть Будда Вуд аромат. И вот именно это ниша, это древесина, это мшистость, это влажность какая-то прям, ощущение прям таких влажных деревяшек, мрачных пачули. Прям вот дерево. И он очень молекулярно воздушный. За счет этого я делал вывод, что это все-таки молекула какая-то. Однозначно все это на амброксановой подложке. Первый аромат. Все, закончили. Как говорится, перед смертью не надышишься. Поэтому будем закругляться уже. Так, второй аромат. Так, что я там говорила про второй аромат? Надо было записать хотя бы, что я говорила. Вот прям просто такое ощущение вот сейчас. Да, до этого я говорила, что для меня это прям очень молекулярное что-то в духе либо отар коллекшн, мусс, кашмир, либо то, что я вам говорила до этого. Промотайте, посмотрите, уже забыла, пока дошла до второго аромата. Опять. Вот прям это да. Либо White Fire это от Тетяна Терренси. То есть это прям вот мускус. Вообще неуловимый аромат. Такое ощущение как будто бы просто... Это может быть, кстати, наверное, молекула, просто которая не эссентрик, а обычный, потому что это просто караул. Да. Прямо настолько он молекулярный. Как я и сказала, мне он... Ну-ка, подождите-ка. Сейчас про второй пока говорю. Да, понятно. Вот да, как я и сказала, для меня сначала это было что-то в духе от Art Collection Мус Кашмир, либо это White Fire от Тетяна Терренси. Сейчас даже я думаю, что это может быть опять же что-то из молекулярности, тоже Зарко Парфюм или эссентрик молекула. И вот именно обычная молекула, не эссентрик, потому что вода водой просто... В общем, очень молекулярный аромат ниши. Это прям вот для тех, кто максимально не хочет ничем пахнуть. Чтобы аромат был, а запаха не было. Вот это вот это направление. Третий аромат, как я и сказала, я остаюсь при своем мнении, третий аромат это Bayreda Blanche. Да, 100% Bayreda Blanche. Как я сказала, в направлении также еще есть Moschino той-два. Но это для меня прям, я думаю, что это Bayreda Blanche, то есть это порошковость, это легидность, это чистота, это свежесть, это хрусткое, чистое, только выстиранное белье. Обожаю, классный. Так, четвертый аромат. Четвертый, четвертый. Так, время близится уже к 30 минутам. Не получается у меня быстрее, как бы я ни старалась. Четвертый аромат, как я вам говорила, это тоже что-то очень воздушное, молекулярное, унисекс, но с мужским уклоном. Название бренда я вам не скажу, я в мужских ароматах вообще не сильно. Ну, это прям вот максимально, на такой амброксановой подложке максимально, как будто капельку добавили какого-то ароматизатора запахом геля для душа, шампуня для волос, именно мужского. Тоже есть вроде какая-то такая хрусткость, аллегидность, но он прям вообще вот еле-еле уловимый. Да, ниша, ниша унисекс, возможно, больше даже мужскую. Для люкса очень тихо, может быть, конечно, это быть люкс, но очень уж тихо, прям просто невыносимо, тихо, невозможно даже его понять. Так, может, кстати, что-то быть еще из Джульет Хазеган, кстати, когда я говорю вам тоже, вот это, кстати, может, в принципе, быть в направлении. Молекулярность, когда я говорю про зарко-парфюм, про эсцентрик молекула, и также может быть это и Джульетта, в принципе, туда же. Пятый. Пятый аромат. Чем-то он не напоминает Бореда Бланш, как я и сказала, но сейчас вот на коже он стал такой сладкий на коже, у меня прям заслащился, заслащился, в общем, стал слаще. Вот эти сладкие цитрусы прям как будто залились сверху сахарным каким-то сиропом. Тоже ниша. Знакомое что-то очень вспомнить не могу. Ну, как я и сказала, что это какая-то такая небюджетная ниша. Байреда чем-то он мне напомнил. И же с ними. В общем, как-то вот так. Дорого, но я его не помню. Ну, кстати, прям почему-то Байреда Балдефрику мне напоминает. Так, шестой аромат. Прямо это мужской, мужской люкс или мужская ниша. Прямо красивый такой. Такой красивый фужер. В нем есть и пудры немного. Вот для меня вот это идеальный аромат мужчины для меня. Он будет такой прям универсальный аромат и в пир и в мир, что называется, и в офис, и для спорта его можно нанести. Есть и свежесть, есть такой фужер прям красивый, есть и немного лаванды, как будто я розмарин здесь немного ощущаю, ветивер. Красивый. Мужской аромат это люкс или ниша коммерческая, не бюджет, потому что звучит классно. Сейчас арабы, в принципе, тоже делают ничего так ароматы под это все, но мне кажется, все такие эти категории. Так, седьмой аромат, седьмой аромат, я уже забыла, что тут. А, помню, мыло мыльное. Зарка парфам муза или что-то в этом духе. Прямо такие же мыльные ароматы. Кто у нас еще пахнет так мыло? Мне кажется, почему-то, что это муза от Зарка парфам. Прямо вот мыло, мыло, прям кусок мыла. Или какая-то похожая ниша, но не люкс. Это в люксе, я такого не представляю. В принципе, в настроение можно отнести Шанель номер пять, но это не оно. Здесь нет настолько яркой такой легидности. Это прям мыло. Потом аромат становится не такой мыльный, а вот просто ощущение свежегостиранного белья. Вот просто как будто вы стираете белье вручную. Вот вы постирали, куда-то перекладываете его в другой место, чтобы сполоснуть в другой тазик, к примеру. И вот вещи пахнут вот так. Мокрые и намыленные. Такое ощущение. Ниша. Мне кажется, почему-то Зарка парфюм Мьюзен, почему-то я не чихаю от него. И восьмой аромат, как я сказала, мне кажется, это мой любимый. Бодипейнт от бренда Вильгель Парфюмери. Или бодипейнт, или сейчас я его вдыхаю, мне кажется, может быть даже рум сервис. Короче, рум сервис или бодипейнт. Потому что они для меня как-то сейчас звучат очень в направлении. Может быть даже это больше рум сервис. В общем, это Вильгель Парфюмери. Вот. Вильгель Парфюмери, рум сервис и бодипейнт. Вот. И этот, и этот может быть. Но сейчас почему-то даже больше у меня пахнет именно рум сервис. Вот такая вот у меня получилась история. Оценивайте, пожалуйста. Надеюсь, я хоть что-то угадала. Хотя бы один аромат из восьми. Это уже для меня будет достижением, как я сказала. Потому что главная не победа, главное участие. Огромное спасибо вам, что поддерживаете меня. Огромное спасибо, что голосуете за меня в зрительских симпатиях. Для меня это очень-очень приятно. Это говорит о том, что я не зря снимаю свои видео, не зря для вас стараюсь. Значит, вы это цените, вы меня любите. Мне это очень приятно. Огромное спасибо, конечно, Рандеву за возможность участвовать в такой классной игре. Это интересно. Это возможность проверить свои возможности. Вообще, как-то так проанализировать, что ты узнал, что ты вообще, к чему ты пришел навлечения парфюмерией, понятно, что сложно даже, зная много ароматов, угадать все, но это классная такая развлекательная игра. Вот, на этом я с вами прощаюсь, я вам ссылочку, кстати, на Телеграм-канал Рандеву оставлю и на YouTube-канал, на YouTube-канале будет анонс игры, и также будет в принципе зрительские симпатии, наверное, голосование зрительских симпатий будут, скорее всего, в Телеграм-канале Рандеву, поэтому я тоже вам ссылочки оставлю. И обязательно также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я буду все анонсировать, и я с вами прощаюсь, надеюсь, вам это видео понравилось, Постараюсь оставить тайм-коды, чтобы вам было не слишком нудно Вот, и всем пока-пока